Добрый вечер! Добро пожаловать в синагогу Бет-Исраэль и в виртуальный Бет-Исраэль. Добрый вечер! Сегодня вторник, и сегодня, как любой вторник, мы обсуждаем главу недели. Глава недели, которую мы будем обсуждать, называется «Насо». Можно понять и так слово «Насо», то есть поднять или возвышить, также означает считать. И мы уже говорили об этом слове в предыдущей главе недели, если вы помните, мы также говорили о слове «Насо» и то, что Рамбан там говорит, мы это все обсуждали. Но здесь в основном вся глава посвящена левитам, колено леви, это левиты, и священники Куаним. Между прочим, для тех, которые будут часть миньян в шаббат, готовьтесь, потому что это самая длинная глава в Торе. И всех недельных глав в этой главе есть 176 абзацев. Это много, много из этого текста очень-очень похоже, просто имя меняется, и все действия повторяются, но все равно длинная глава. В этой главе очень много тоже интересного, кроме жертвоприношения и кроме работы священника, работы левита. Например, как вести себя, когда женщина неверная мужу, или если муж, как сказать, сошел с ума и начал ревновать жене, что и как. Там процесс кажется жестким, есть там тоже очень много красивых объяснений и секреты в этом. Конечно, что в сегодняшний мир, который ведет и до радикальный феминизм, людям будет с этим сложно, а как так, а женщине нельзя, а мужчине можно. К этому мы не заходим, но это одна из тем в этой главе недели. Другая тема — это человек, который решил быть назиром, то есть отказаться от чего-либо в этом мире. Но быть монахом в юдаизме означает, что на определенный срок времени человек взял на себя какие-то ограничения, какой-то обед, эскетизм, например, не есть мясо, не пить вино и так далее и тому подобному. Поэтому все это время, пока он держит этот обед, он не укоротит волосы на тело и так далее, после этого ему еще надо приносить жертвоприношение, то есть на самом деле это плохо, как мы об этом уже обсуждали, я думаю, еще в прошлый год. Но еще раз, очень много разных интересных тем, но это меньшинство в этой главе, в основном глава это левиты и работа священников. Теперь из 166, извините, из 176 строчек абзаца в этой главе недели, мы сегодня будем обсуждать всего лишь 6 строчек. Последние 6 строчки 6 главы в книге Бамидба. И как вы скоро увидите, всего лишь 6 строчек, но дай Бог, что все, что я приготовил сегодня, мы успеем сделать за 45 минут 3 часа, потому что на самом деле, если бы знал, что у нас терпение и время и сила, и мы все бодрые, и, как сказать, и корона не вокруг, да, и мы можем действительно собираться вместе без никаких ограничений. Для такого урока я бы взял легко 3 часа. Так что заранее извиняюсь, но действительно будет много, мы будем делать и стараться, как сказать, чтобы он был очень ясный, очень понятный, очень практичный. И мы пройдем понимание этих 6 строчек на все уровни понимания Торы. С буквально уровень, то есть Пшат, и до Сод, и до Каббала. Разные мудрецы, разные комментарии. Я думаю, что будет очень интересно. Давайте посмотрим. Текст, который о нем мы будем сегодня обсуждать в конце 6 главы, это Бркат Куаним, благословение священников. Бркат Куаним. И написано в Торо следующее. Я бы хочу прочитать буквально историю. Господь сказал, Моше, Всевышний говорит Моисею, передай Аарону и его сыновьям, что они должны благословить народ Израиля именно так. Так Питер пишет. То есть Питер говорит не как вы хотите, хотите благословить народу Израилю. Не то, что хотите. Вы должны, вы обязаны благословить народу Израиля, так как не вы даете благословение, а я, то есть Всевышний. Благословение Всевышнего идет через какой-то портал, через какой-то канал, через проводник. Проводник будет священником. Из-за этого священник должен сказать точно, как Всевышний дал ему это благословение, не добавить, не разбавить. И должен сказать следующее. Там есть три фразы, три благословения. Первое благословение. То есть, да благословить тебя Господь и сохранить тебя. Первая фраза. То есть, да тебе благословение, и будет тебя сохранять. Это раз. Вторая строчка. Иса, шем пана велеха, виясем леха шалом. Да озарит тебя Господь. Сиянем, в скобках. Своего лика и своего лица. И помилуй тебя. То есть, мы видим, в этой фразе тоже есть две идеи, два компонента в это благословение. И третья строчка. Иса, шем пана велеха, виясем леха шалом. Кстати, в каждой из этих три строчек, второе слово, это имя Всевышний. Имя Творца. Написано так. Да обратит к тебе Господь свое лицо и даст тебе мир. И завершает это благословение. Весамуэт шамель бена Исраэль, ванья варахеме, тоже завершение благословения. Пусть они возложат мое имя на сыновья Израиля. И я благословил их. Их тоже можно понять. Буду благословить народы Израиля, буду благословить священников. Мы это скоро увидим. Но вот этот текст, это our main dish. Вот это, как сказать, это главное, с чем мы хотим заняться сегодня. Но перед тем, как мы с этим занимаемся, мы говорим, что это благословение. Оно настолько особенное, что пока храм стоял, после служения священников в храме, они выходили и говорили это благословение людям. После разрушения храма, это благословение практикуется в каждой синагоге. В Израиле, в каждой молитве шахарит, утренней молитвы, и в шаббат, и в праздники. В день поста, это и шахарит, и в минха. В диаспоре чуть-чуть иначе. В диаспоре из-за разных причин, кто-то с этим даже был не согласен, были мудрецы, как вильнюсский гаон, который хотел это поменять, но у него-то не получилось. В основном это тоже мы видим ошкиназов, что мы читаем благословение священников только по главным праздникам. То есть регалим, как Песах, Шавлот, Суккот, Роша-Шана, Йом-Кипур, окей? Ну так, в общем, в целом мы это не читаем. И кто-то читает. Люди, которые мы знаем по традиции, что отец передал отцу и так далее, люди, которые являются священники, то есть куаним, во время молитвы, то есть Амида, они подходят, обычно там, где Тора находится, перед Ковчегом, перед Арон Акодеш, сняли обувь, перед тем также сделали на Тилат Ядайме, умовение рук, стоят перед весь народ, лицом к нам, ко всем, мы все закрываем глаза, и они накрывают себя столит, руки их вперед, в определенной форме, и они дают нам это благословение. Перед тем, как они читают это благословение в Торе, есть благословение, которое постановили мудрецы. Священник говорит, Барух Ата Ашем, Элокейну Мелеха Олам, да? Благословен ты, Всевышний, наш Бог, владелец этого мира, Ашер Кидешану Бегдушата Шаларон, который посвятил или осветил нас со святости Ахарона, Ахарона первосвященник. То есть это уже отличается от всех других благословений, которые мы практикуем. На еда, на какое-то удовольствие, на митцва, то есть на заповеди. Мы говорим, который осветил нас, осветил народа Израиля с помощью своих митцвот, свои заповеди. А здесь, что Куэн Священник говорит, что я посвящен за счет того, что была святость у Аарона, у моего прапрапрапрадеда. Окей? Есть такая Аллаха, это довольно редко, но Аллаха, которую мы знаем, что она конкретно, ее основа, это книга Зоа, что священник, который не может делать это благословение с любовью, ему нельзя делать, ему нельзя подойти и сделать это благословение. Теперь, всю Тору надо делать с любовью. А почему только именно в это благословение написано, что надо делать благословение я? И священник говорит слово с любовью в ААВА. А что, читать Тору без любовью можно? А что, не надо любовь, когда я захожу в СУКА, в праздник СУКОТ? Мы говорим в ИСАМАХТАБЕХАГЕХА, надо радоваться в празднике. Я кому-то помог, жертвоприношение, благотворительность. Там тоже надо радость. Но там мы не говорим во время благословения радость. Никто не проверяет нас. А здесь да. У меня была беседа в начале этой недели. С одним священником это обсуждали. И такой лайфхак. Священнику сложно. Перед тем, как ты подходишь к благословению, вспомни, кого ты любишь. Вспомни вот эту любовь. Хотя подключись к любовь, которая уже в тебе есть. И пытайся ее транслировать на общину, на люди, которые перед ними дадут благословение. Хоть что-то. Потому что без этого, как Зооном объясняет, это проблема. Как сказать, делать благословение священников ты делаешь с любовью или не делаешь вообще? Это большое исключение. Это невероятный на самом деле урок, который мудрецы, который то он нам дает. И кроме все 613 смитцвот, заповедей, которые Тора, которые Всевышний нам подарил, это невероятная инструментария, артиллерия, которая нам дано. Всевышний дает нам что-то дополнительное. У многих народов, традиций, религий, люди будут ходить к колдунам, искать какие-то амулеты, какие-то трюки, какое-то колдовство. Мы знаем, что в юдаизме это нельзя. Это часть идолопоклонства, это часть язычества, чужая работа. Но Всевышний подарил нам именно вот это. Потому что для нас ты хочешь, как сказать, амулет, ты хочешь колдовство, пожалуйста, благословение священников, то есть это благословение Творца через священников, благословение, которое помогает нам получить небесное изобилие. Кроме всеми цвот и та работа, которую мы должны сделать в этом мире, чтобы активировать благословение, активировать, реализовать изобилие Творца в этом мире, есть дополнительное благословение, это благословение священников. Настолько мощно, что не только священники ее говорят. Например, пятница вечером, до или после кедуш, отец говорит благословение для своих детей. И это благословение мы это видим в книге 17 века. Скорее всего, это все основа, конечно, на Аары и ученики Аары на 16 век. И там к мальчику ты говоришь, «Я симха Ашем к Эфраим и Химнаше, пусть Всевышний поставит себя, как сыновья Йосефа, Эфраим и Минаше». И после этого отец читает на своего сына вот эти фразы. «Вои дабер Ашем Муша, лямо, дабер Аарум и Беннам, лямо, кутево, хуй, бни Исре, лямо, лям». «Я варихаха Ашем и шмариха». «Яр» и так далее. И так же на дочку, току на дочку. Ты не говоришь на дочку, пусть Всевышний поставит себе как Афраим и Минаше. Ты говоришь, пусть Всевышний поставит нашу дочку, «выряси циокак, сара ревка». Рахел ли ле. После этого есть еще разный дабавление. И дабавки, например, «час благословение Йосефа Цадик», «бэнпорат Йосеф, бэнпората леа, имбану цада лешур». И кто-то дабавит, «эммалаха гулути миколраев, рэхта, нэрин, «вэкрэвэм шэм и шэм авотай». «Вэдголаруф бэкэрэв ваэрэц». Это разные тексты, которые есть в разных книг. Но суть, как сказать, база благословение для детей, это благословение священников. Когда мы сделали обрезание ребенку или выкуп первенца, если есть, ну, выкуп первенца, само собой должен быть там священник, чтобы сделать обряд. Но во время обрезания, после обрезания, мы зовем священника кое-нибудь, чтобы также сделать благословение ребенку. То есть это благословение действительно мощное. И в конце урока мы увидим, насколько она мощная. И что это есть наш самый настоящий по факту амулет. Говорит книга «Нативот шалом». Следующее. Благословение священников – это подарок, который Всевышний дал своему народу, то есть народу Израилю, дал нам. Для того, чтобы мы могли притягивать тот небесный подарок, небесные изобилия к нам. Идем дальше. Я надеюсь, что это было понятно. Это только о благословении, которое священники говорят, перед тем, как они говорят текст истории, о том, что надо это делать с любовью. Только об этом вот, сколько мы уже говорим? 15 минут только об этом. Представьте, сколько можно еще говорить о самом благословении. Давайте посмотрим. Можно много говорить. Также, как мы упомянули, священники говорят благословение, который осветил нас от святости Аарона. Первые священники, и Ааронис очень много, Медрашим, который рассказывает, в чем была его святость. И мы знаем, что Аарон был миротворцем. И более известная история. В Медраши наверняка некоторые из вас читали, что если есть ссора между людьми, Аарон придет к партии А, скажет, послушай, я только что говорил с твоим другом, или муж, жена, неважно. Им так жаль, они так хотят обратно дружить и так далее, и тому подобному. И готовит этого человека, что этот человек теперь понимает, что кто был его соперник, на самом деле хочет сделать первый шаг. И перед тем, как он придет обратно, домой скажет, он пойдет ко второму человеку и скажет то же самое. И так объединяет людей. И это такой очень известный Медраш, как он создавал мир, гармония между людьми. Есть другой Медраш, менее известный, который говорит, что когда Аарон видел злодея, или видел человека, который постоянно падает, делает ошибки, или только что ошибся, пришел к нему, как сказать, и привет, здравствуйте, обнять, и так далее, и пошел дальше. И тогда в следующий раз, когда человек еще раз будет стоять перед выбором, упасть, не упасть, делать ошибку или нет, скажет, ну как, Аарон только что мне сказал, привет, завтра еще раз, я не могу себе разрешить больше так себя вести, и также нес некий мир между человеком Всевышнего, между человеком и другими людьми, и так далее. Это Аарон первый священник, и это его святость. Дальше мы видим, это Унехама Лейбович, если вы слышали о ней, это сестра профессора Лейбовича, у нее есть тоже очень красивое, как сказать, разъяснение Торы, она была учительницей Торы, очень красиво, ее подход к изучению Торы. И она говорит, мы так много смотрим на Мидраж, на какие-то истории и так далее, что мы забываем смотреть буквально на то, что написано в Торе. В Торе написано, скажи Аарону, то есть Всевышний говорит Моисееву, говори Аарону и сыновья его, скажите именно так, будете благословить народа Израиля, именно этими словами. Ко, ты вархойт бен Исраиль. И Рашар Ирш, как раз об этом говорит. То есть, когда мы обратили внимание на эти слова, это слово Ко на иврите, вот именно так, скажи благословение, а не иначе, оно чуть-чуть странное. И после того, что Нхам Алейбович мне указал, что надо на это обратить внимание, надо начать искать, кто из наших учителей, мудрецов об этом говорил. И у Рашар Ирш, раби Шимшон Рафаэль Ирш, примерно 200 лет назад в Германии, как раз он пишет об этом, что это благословение, которое священники делают, это не то, что они такие святые, они дают нам благословение. Это одно из их обязанностей. У них есть обязанность служить народу. Для того, что они могли делать 100% свою службу, у них даже нет ничего своего, у них нету своя недвижимость. Они живут чисто за счет дарования, благотворительности, цедака, массы и так далее всего народа. Сегодня мы это уже не видим со священниками, мы это больше будем видеть, может быть, с людьми, которые изучают Ору везде, или с раввинами в разных общинах, и так далее, и тому подобному. То есть, например, моя задача здесь, в этой общине, верно, я тоже занимаюсь, не только с учебой, и не только с образованием и молитвами, но это главное в основном то, что я делаю. Как сказать? К сожалению или к радостью, на данный момент я не занимаюсь бизнесом. И это верно, что я не только сижу и учусь весь день, и по вечерам даю уроки, есть очень много логистика, есть очень много с чем надо заниматься, на что несу ответственность и так далее. Но, в общем, мы видим много разных других места, например, общин, где действительно платят община, часть дохода общины, идет к тому, чтобы был раввин, чтобы был учитель и так далее. Примерно так представьте себе священника. Конечно, у священника в разы больше, и ответственности, и доход в том числе, как мы видим в какие-то моменты в истории. Но то, что человек, священник или коэн, не делает его автоматически праведником, были невероятные, ужасные злодеи, священники, убийцы. Мы это видим в основном во время второго храма, к сожалению. Так что, Рошар Юж говорит, это их обязанность, быть проводниками для этого благословения. И это часть их работы. И именно из-за этого также должны делать, использовать точь в точь то, что Всевышний говорит, чтобы не была чужая работа. Как сыновья Ахарона, которые умерли, за счет того, что они сделали точно, как написано, надававию, которые сделали свою ошибку, мы об этом говорили в другие уроки. Также здесь есть конкретное, что надо сказать, потому что, еще раз, это благословение Всевышней всему народу. Так что, даже когда мы хотим что-то поменять, надо помнить, Рошар Юж, что у него была целая, можно сказать, борьба, и в чем-то были даже победы, где-то нет, с разными новыми движениями, как реформизм, и радикальный реформизм, который был тогда в Германии, оттуда и, на самом деле, там и родился, и как он нашел баланс, и так далее. И как раз, здесь он говорит, что вот какие-то моменты, надо уточнить, что именно так, обращаем внимание, что написано в Тории, где-то есть гибкость, есть места, где есть вот именно так и не иначе, надо на это обращать внимание. После, все это введение к нашему сегодняшнему уроку, можно наконец-то дойти к само благословение священников. Готовы? Первая фраза благословения, благослови тебя Всевышний, и тебя будет защищать или охранять. Здесь есть несколько слоев объяснения. Очень много мудрецы описывают нам, что эти три фразы благословения, у них есть последовательность, есть определенный порядок. Что я имею в виду? В основном, большинство говорят, первое благословение, оно материальное, оно физическое, второе, оно духовное, для души, и третье, в общем народу Израилю. Если первые два, они конкретные, даже индивидуальные, третье, это для весь народ Израиль. Не все мудрецы так это понимают и объясняют, но увидим пример для этого. То есть, я привяжу, я вам расскажу оба сторон медаль, но в общем, в целом, все правы. У меня было об этом как раз как-то беседу с одним из моих учителей, Раву Ришерки. И я помню, то есть, как раз мы это обсуждали, как Раши это видит, и потом я говорю, ну, как это может быть, потому что раби Авраама Зулай в книгах «Хэсэ для Авраам» жил позже, после Раши, скорее всего, он знал трактат Раши очень хорошо. Раби Шламу Ицхаки, который жил в Провансе примерно в 12 век, то есть, он знал, скорее всего, его труды, и все равно он объясняет совсем иначе, что именно духовное благословение, оно более духовное первое благословение, а последнее благословение совсем материальное. То есть, как будто я пытался спросить Равшерки, как я могу себе объяснить. Он сказал, в первую очередь, знай, они оба правы. Дальше, да. Дальше уже, окей, мы не зайдем к той беседы, но я хочу действительно вам показать глубину и богатство этих благословений и в конце, и в конце также показать из точки зрения Каббалы, что я вообще не смотрю буквально на какие слова написаны, а совсем из другой точки зрения смотреть на эти благословения, что они несут к нам. И одной из моих рекомендаций для тех, которые, например, сидят дома, взять даже ваш седу, молитвенник, открыть это благословение, или взять бумагу и лист, может быть, потом взять запись этого урока и как-то суммировать в несколько фразок для себя, как вы поняли, что несет каждая часть из этих благословений, так что в следующий раз, и как сказать, это помните об этом, или что, это было у вас седурой, так что в следующий раз, когда вы попадаете в праздник, в шаббат, в ситуацию, где есть благословение священников, это не только мистика, это не только традиция, это не религия, а осознать вполне, что происходит, какое изубилие, какое благословение активируется в этот момент, и нести это с собой. Раши говорит, что значит мы видим, что здесь есть и благословить себя, и будет себя защищать, что значит себя благословить, Раши говорит, чтобы все твое имущество и деньги в них будут благословения, то есть материальное благословение, понятно? А что значит вишмареха, а чего защищать себя? Защищаться, чтобы не было потери в твое имущество, в твоих деньгах, чтобы тебя не ограбили, чтобы не потерялось, чтобы, как сказать, дух тебе, чтобы не было того, что вдруг придут и скажут, упс, это не твое, и будет просто тебя отобрать. Окей? То есть Всевышний тебе дал, но также Он защищает то, что тебе дал, то есть Он тебе это дает, и то, та благо, которая была тебе дана, пусть будет всегда твоя. Навсегда. Понятно? Так Раши объясняет этот момент. Очень красиво, очень хорошо, очень важно, замечательно. Ор Ахаим, Раби Хаим бен Атар, объясняет совсем по-другому. Как сказать, совсем по-другому? Он расширяет объяснение в разы больше, чем то, что Раши писал. Что он говорит? Что любое от твоих благ будет больше. То есть это благословение, но мудрость, чтобы твоя мудрость росла. И ты был благословен со своей мудростью. Если это деньги, деньги. Недвижимость, недвижимость. Физическая сила, физическая сила. Контакты и связи, контакты и связи. Понятно? То есть нет здесь ограничений в благословении только деньгами, имуществом. любое благословение Твоего Отца опустил тебе будет. А отчего защита? Защита, что это благословение, это изобилие, которое у тебя реализуется в твоей жизни, не искажало тебя, не искажало твое мировоззрение, не искажало твое поведение, не коррумпировало тебя. Чтобы ты не потерял свою связь со Всевышним за счет того, что у тебя есть так много. Понятно? Можешь сказать, совсем другое объяснение. Так, Оахаин нам это объясняет. Чтобы не было такое, что я настолько вырос и нос так наверху, что я отключился вообще от реальности, отключился от Творца, отключился от Торы и так далее. Окей. И пишут очень красиво об этом на цивис вложим раввин нафтали цви иуда Берлин на цивис вложим очень важный раввин, который дал нам очень много. Он пишет так. И я хочу буквально прочитать то, что он написал. ябарихиха, тебе благословить. То есть благословить тебя Всевышний значит, что была добавка в то благословение, которое в нем уже у тебя есть благословение. И в то, что у тебя уже есть, то было больше. Ваишми рейха от тебя будет защищать. Кол бараха цриха шмира. Любовь благословение надо так же, чтобы несла с собой некую защиту. Потому что любой благословение может стать проклятием. Есть такая легенда, я никогда не проверил если это правда, но что один из Рочельда он как-то застрял в сейфе и по факту он умер от голода. То есть один из самых богатых людей в свое время. Еще раз, я не знаю, что это настоящая история. Из этого, если вы знаете, что это не так, пожалуйста, мне потом пишите, говорите. Но я помню в моем детстве, что это всегда нам рассказывали в школе, что один из Рочельдов умер от голода. Он застрял просто в сейфе. И пока его обнаружили, уже прошло слишком долго. Слишком много денег, мы понимаем. Слишком много ум, мы понимаем. Да, то есть, чтобы не было проклятия от нашей благословения. Так также нацилист Воложен говорит. И очень может быть, что также он просто развивает ту мысль, которую мы находим у Ор-Хахаим, у Раби Хаим бен Атар. Но также защиту, конечно, что мы не потеряли. Что мы не потеряли. То есть, я изучал, чтобы я не забыл. Чтобы я не забыл то, что я знаю. Чтобы не разрушилось то, что я построил. Чтобы не потерялось то, что я нашел. И так далее. Это второе объяснение для первой фразы в благословении священника. Третье объяснение. Очень красивое. Что благословить тебя, да, богатство, и богатство еще раз может быть разное. Но что значит защита? Он защитит защита тебе, это что твое благословение, ты сможешь с этим благословением делать добро. заниматься с созиданием и дарования дальше. То есть, настоящее благословение это то, что у тебя есть, живет и работает и влияет на будущее. Несет с собой благословение не только тебя, не только тебе, но также помогает тебе дальше делать больше митвот, больше заповедей, больше дарования и созидания, и забота, и нести больше мир в мир. То есть, твое благословение не несет с собой эгоизм, не несет с собой разрушение, не застревает у тебя, а идет дальше. Очень хорошо. То есть, как мы видим, в основном мудрецы здесь описывают материальное благословение, материальная защита. Да, конечно, есть тоже духовное понимание к этому, но в основном материальное. приходит раби Авраам Азулай в книга своей Хесед Лавраам. Это находится в Хесед Лавраам в исток второй, Маян Шени, исток второй, Нахар Самих Гимель, река 63-я. Там он разделяет книгу свою по источникам воды большие главы и части в каждой главе это как ручей или 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 река. Скорее всего, ручей, он здесь имел в виду 63-й ручей, он говорит так, еварехеха благослови тебя с мудрости, с пониманием. То есть, благословение это оно. Если у тебя есть вот это благословение, любое другое благословение тоже будет. Логично на самом деле, верно, потому что если есть мудрость, скорее всего, я смогу зарабатывать деньги. Если есть мудрость, я смогу себя и смогу понять, как излечить болезнь и так далее. Мудрость связится со Всевышним. А что значит ваишмереха? Тебя будет защищать или сохранять? Будет сохранять, что твое имя не исчезнет. То есть, это благословение для детей, для потомков, для продолжения твое имя для бессмертия. Приходит, как то, что я вам рассказал, приходит Хесель Авраам и он не идет по линии, что первое благословение материальное, а второе духовное. Нет. Он совсем по-другому на это смотрит и тоже это основано, конечно, на мудрости Каббалы. Он был выдающийся мудрец, раввин. Рекомендую прочитать после урока, конечно, его биографию. Это первая фраза. Готовы ко второй? Вторая фраза. Я и Рашем пана велеха вейхунека. Помните, что мы сказали? Да озарит тебя Господь сиянием своего лица и помилует тебя. То есть, осветит. Есть свет у лица Творца и он с этим светом тебя осветит и также помилует тебя. Давайте посмотрим, что это означает. Слово помилует, как сказать, помилует. Ну, скоро посмотрим, если это действительно самый лучший вариант сказать это слово вейхунека на русском языке. Посмотрим. В Мидраж Бамидба Раба объясняет так, что это свет Творца, это Тора, это мудрость Торы. То есть, осветит Всевышний нас, это благословение нам, и осветит наши глаза в мудрости то, что мы поймем, что мы освоим и глазами, и сердцем. А также даст тебе, что твои дети, твои потомки будут связаны с Толой. Бне Тора. Так Мидраж Раба нам говорит, Мидба Раба. Сфорну говорит что-то очень похожее. Яэ, то есть, осветит, осветит, что это означает, что откроет наши глаза, что Всевышний откроет глаза человека, увидеть лико Творца, то есть, увидеть присутствие Творца в своей жизни, и увидеть чудеса идей в Торе и в действии Творца, в то путь, как Всевышний ведет этот мир. Увидеть истину. Нативотшалом, помните, мы его упомянули в начале урока, Нативотшалом также говорит, что значит осветит, чтобы мы не заблуждались, чтобы было очень понятно, что это свет, а что это ночь, что это тьма, чтобы нам было очень ясно. Избавиться от искажений, избавиться от кривых зеркала, которые искажают наше зрение, что я пойму, что то, что хорошее, действительно хорошее, и что то, что вредное, действительно вредное, чтобы не было путаница в этом благословении. Хэсэдля врам говорит очень интересно. Яэра шэмпана вэлэха, то есть осветит Всевышний тебя со своим лицом, это означает благословение для здоровья, здоровья и жизни. Для здоровья. То есть этот свет и освещение означает здоровье. Одно из пониманий почему, потому что Яэр осветит на еврейском, Яэр, это буквы Юд, Али, Фреш. Где еще мы встречаем эти буквы? В имя месяца Ияра. Яэр, Ияр. Ияр, это как мудрецы нам нас учат, Доша Решумот. Написано Ания шэмруф эха, Я Всевышний двойцелитель, вторая, аббреватура этих слов, Я Всевышний двойцелитель, Яр, Алиф, Юдреши, Алиф, Юдреши, то есть эти буквы, которые означают исцеление. Это одно из пониманий, как Хессель Авраам объясняет, почему эта фраза несет с собой исцеление. И вторая часть второй фразы, Вихунека, помилуй тебя, что значит, помилуй тебя. На еврейте Вихунека от слова Хэн. Хэн это на самом деле нравство. Есть люди, которые у них есть, можно сказать на русском, нравственность. То есть ты его не знаешь, но сразу, как сказать, не важно в какое, в какую среду людей он зайдет, все будут чувствовать, что он один из них. В нем что-то есть. Я не знаю, что это такое, такое нельзя купить. К сожалению, сегодня говорят, это о каризме. Каризма, если у тебя есть или нет, они совсем так, и как сказать, каждый может научиться быть хорошим лектором, и так далее, и манипуляции, и так далее, Все это есть. Хэн, это или у тебя есть такое благословение, или нет. Но даже если вначале нет, это не значит, что потом не будет, потому что это благословение Творца. Что я нравился, неважно, куда я попал, в саму худшую ситуацию, и даже там я буду нравиться самому большому злодею. Где мы видим это в той? Две такие очень великие персонажи, которые у них, мы это видим конкретно. Первый это Йосефа Цадык. Что написано у Йосефа Цадык? Вои Яшемет Йосеф, и был Всевышний с Йосефом, воятелав хесед, и дал ему милости, или милосердия, воятел хино, и дал его нравственность в глаза того иного человека. Еще один человек, о ком это написано, Эстер. Ватэй, Эстер носит хэн бэйне колруя, но нравилось всем, кто на нее смотрел. Представьте себе, что когда Ахаш Верош должен выбрать себе королеву, новую, после того, что избавились от Вашты, много-много женщин, и из каждого народа, которые были, как сказать, под персов, несут свои принцессы, и как будто каждый из этих групп национальности смотрели на Эстер и думали, о, она же одна из наших, мы ее тоже будем поддерживать. Это благословение. Вейхунайка, то есть, чтобы у нас была там рабственность, что мы так нравились всем другим. Скоро мы пойдем к этому, потому что, к сожалению, сегодня много думают, а, чтобы я, как еврей, я нравился другим. Надо вести себя как другим. Более большая ошибка, чем этого нет. Как раз Рошар Рируш об этом пишет. Мы к этому вернемся. Чтобы мы нравились себе саму, саму себе, близким, сообщества, государства, самое главное перед Всевышним. Это благословение, которое также мы хотим получить от Всевышнего через благословение священников нам. Рошар Рирш говорит о том, что много, мы это видим, например, у Герцеля, вначале он подумал, надо вообще отменить любое представление религии иудаизма и принять даже христианство и так далее, но увидел, что это не работает. Не работает. И тогда вернулся обратно к другой, как сказать, сделал чувак. Можно так сказать. Мы увидим в конце урока я вернусь к этой мысли, но действительно, хотя здесь оставить эту мысль, что подлизываться не значит нравиться. Иосиф был очень мощным человек. остается так же. Мы к этому вернемся. Третья часть благословения. Третья фраза. Иса Ашем пана велеха ве асем леха шалом да обратит к тебе Господь свое лицо и даст тебе мир. То есть лицо к тебе и даст тебе мир. Еще раз две части это это фраза благословения. И что это значит, что он как сказать Всевышний посмотрит на нас на самом деле, перевернет лицо к нам. Во-первых, это означает очень просто внимание каждому индивидууму. Каждый индивидуум важен. Помните, мы говорили об этом в предыдущем наши уроки. Эвенезра, один из комментаторов Товы в Испании говорит так Иса шэмпана велеха что Всевышний на тебя посмотрит это наоборот от, можно сказать, некого проклятия которое мы находим у пророка Ишайя который говорит что если мы не будем себя правильно вести в Ишайя написано, что я буду вас игнорировать. Я отверну мои глаза от вас. говорит Всевышний нам через порок Ишайя. А здесь как раз Эвенезра связывает это с то проклятие он говорит это как раз наоборот. Как раз наоборот. Везде неважно где я нахожусь лицо Всевышний глаза Всевышний на меня смотрят. Нету игнор. Меня не поставили на игнор лист. На меня не сделали блок. Вы знаете есть любовь есть ненависть самая болезнь это что когда самый твой близкий человек ставит тебя на игнор. Рабе активное присутствие Творца в нашей жизни оно всегда есть. Дополнительно чтобы оно было чтобы мы ее увидели. Это личное сопровождение Творца в любое действие в любое дело с чем либо мы занимаемся. И также упоминай что-то как раз наоборот то проклятие которое мы видим у пророка Ишая. Интересно. Хеса для Авраам по классике нашей сегодня говорит наоборот Иса Шем Панавелеха слово Иса можно сказать что Всевышний поднимет свое лико к вам или посмотрит на вас но также слово Иса помните слово Насо в начале этой главы и в предведущей главе было Насо это слово возвышит для каждого из нас означает богатство и власть богатство и власть видите как Хеса для Авраам совсем по-другому видит те благословения которые несут нам священники а от Творца очень-очень красиво что это мир мир это означает настоящий мир не truth как сказать знаете когда две стороны воюют нету мира между ними но они остановили активные действия войны как это называется на русском перемирие холодный мир окей это не мир мир означает здесь гармония рабью далее рабью дать сви брайн война дмог и страд ино очень красиво пишет что это мир это то что реализуется когда мы сможем объединить воду и огонь вместе мы на самом деле это делаем каждый день но мы это делаем с помощью сосуда каструля финджан чего-либо который разделяет между силой огня и водой и мудрецы нас учат все вышли нам говорить инструмент или сосуд который держит в себе благословение это именно мир ты хочешь чтобы все эти благословения реализовались у тебя это через мир но тоже для мира надо благословение потому что так сложно мы хотим благословить настоящего мира мир который начинается внутри нас внутренний мир мир который продолжается тем что даже если я с кем-то спорю и с кем-то не согласен мы все равно сможем и сумеем остаться под одной крышей как это происходит в Тальмуде спор спор но все находятся под одной крышей помните урок про спор у нас был недавно кстати вчера я читал этот урок для Турам и Цион в Москве мир внутри себя мир вокруг себя и и и дай Бог в итоге повлияет на весь мир но это настоящий мир например в ислам нету настоящий мир то есть если как мы это видим с Мугамедом и потом дальше после него когда исламские какие-то движения империи хотели что-то захватить если они столкнулись с кем-то который сильнее чем они по факту с ним был перемирие на определенный срок времени и по факту есть сила у этого перемирия только пока они сильнее как только я понимаю то есть если движение этого ислама думают что они сильнее нету никакой проблемы отменить это перемирие и идти вперед такой мир мы не хотим мы хотим настоящими настоящую гармонию внутри вокруг даже если с вами не согласен это благословение которое мы хотим получить и с этим завершаются на самом деле эти три благословения я хочу как-то укоротить потому что я не знаю если вы заметили или нет я уже много что не сказал того что мы приготовили но я вас предупредил заранее что сегодняшний урок будет подлиннее чем обычно но все-таки Рашар Гирш помните мы только что сказали о том что он говорил что нравственность это благословение от Отца не потому что я пытаюсь выглядеть как другой человек быть копипейст другого и я ждал вот этот момент после слова мир или шалом чтобы дополнить от слова Раша Раиша что он говорит так ты хочешь чтобы ты нравишься другим ты хочешь чтобы у тебя был мир с другими людьми знай кто ты есть и будь сильный в этом шаббат и шаббат это не воскресенье кошерно да так я ем кошерно и что мне шапочка на ганове так я одеваю это филин утром это то что будет нести тебе мир только тогда ты будешь нравиться другим и очень красиво последние несколько лет что мы видим с Израилем например еще не только Трамп который явно что он говорит про Израиль и другие моды в Индии что говорит о Израиле сколько пример я привел я привел вам последние уроки от разные люди из Китая самые богатые люди в мире что Далай-Лама говорит я не знаю если вы читали то что говорили президенты Паругвай и Бразилия Гуатамала что они говорили о Израиле когда они взяли свои представители в Израиле в Иерусалим что они говорили невероятные вещи теперь конечно не надо быть наивны конечно у них есть то что они хотят получить от Израиля но все равно смотреть на их слова надо знать кто я есть надо укрепиться в этом да быть полезны дарование созидание забота евреям не евреям но я не забываю кто я есть только тогда я буду сильный вот сегодня наконец-то я зашел в ЗАГС записать дочку во-первых все были в восторге от имени когда объяснили что имя на иврите означает благодать и благодать перед Всевышним вообще они глаза такие было ощущение что через несколько лет будет очень много такие девочки бегать вы умели но она спросила меня в графе национальность писать или не писать без никаких сомнений без никаких сомнений завершаем это благословение после три фразы благословения завершается со словами то есть пусть они возложат мое имя на сынов Израиля и я дам им благословение так так завершается это благословение и Раши как раз объясняет что благословение это или народу Израилю то есть я подтверждаю то что священники то что коаним сказали я подтверждаю активироваю действия коэнов священников но дадарахер другое объяснение очень важное и тогда Всевышний дам благословение священникам не забыть тем которые нам служат нам так легко забыть те которые служат нам это может быть дворник это может быть в ресторане те кто нам несут еду это может быть уборщица это может быть жена дома или муж родители we take for granted здесь Всевышний говорит нет и я им даю также благословение нельзя это забыть нельзя забыть те люди которые берут на себя послания которые служат народу теперь я думал об этом сказать а не сказать потому что люди скажут а он это говорит потому что это с чем он занимается окей пусть говорят пусть говорят как сказать в интервью меня спросили когда ты понял что ты хочешь быть с раввином если честно никогда жизнь мне вела к тому что сегодня я раввин и председатель еврейской общины и с этим занимаюсь и перед тем как приехал в Юмалу и я думал из Москвы приехать на самом деле в Израиль я вообще не был уверен что я буду заниматься еврейским образованием в Израиле я думал есть достаточно людей которые с этим занимаются достаточно раввины и так далее может быть другие отрасли да может быть в образовании может быть в дипломатию или куда-либо не знаю какие-то органы или чего-то либо может попасть какой-то бизнес как сказать все-таки есть ответственность на народы Израиль и для тех кто держит Тору быть успешным и зарабатывать много потому что есть очень много что надо делать и создать и даровать и строить это очень важно я никогда об этом не думал из-за этого все-таки я разрешил себе это сказать и после все этого давайте посмотрим из точки зрения Каббалы в книге Пардес Римоним от Раби Моше Кордоверу Рамак 16 век в Цфат он говорит так пока священник читает благословение мы должны в голове думать или читать другие фразы которых аббреватура это какое-то святое имя каких-то сил ангелов которые несут какое-то благословение первое благословение когда священник говорит мы используем строчку альна карев альна карев альна карев тешуатеха мецапеха там аббреватура святое имя альф нун куф тав мем и там имею ввиду что бна шамалит вебели приняты то есть Рамак не смотрит буквально на то что написано это важно но здесь мы смотрим на более глубокий уровень есть определенные ангели определенные силы которые макцивированы и первая фраза помогает что бна шамалит вебели приняты вторая фраза фраза пахдыха сара тотсием мема сара аббреватура пей сам их тав имем открыть как сказать дворота для блага паруччи и блага состоянии третья строчка пакас священник говорит иса ашем пана велеха веесем лиха шалом две фразы петах сумим ישреха מצапим это пей сам пей сам юд мем это аббреватура это для защиты защита охрана и так далее и вторая фраза делей кшим ве кабец на футцим само хашем смог я ма палатену это аббреватура далед юд вав нун самих юд мем раскрыть активировать чудеса и дел вчерашний урок мы упомянули что чудеса есть три уровня чудес есть чудеса вне природе то что вау мы все называем чудо есть чудеса в природе как например мы встали сегодня утром есть чудеса между ними активировать что мы увидели чудеса и все было раскрыто перед нашими глазами так рабимушик он нам говорит об этом думать и это спрашивать во время этих благословений кстати мы видим эти строчки может быть чуть-чуть по-другому в медитации в каванот который мы используем например в праздник хороша шана йомки пу но это уже отдельная тема так что мы видим насколько можно найти эти несколько строчек я хотел завершить сегодняшний рог с очень интересной историей в раскопки в раскопки в место которое называется Катеф Хино это где сегодня центр имя Бегина в Иерусалиме если вы это знаете примерно там в это место в 80-х годах были раскопки и возглавлял раскопки очень известный профессор Гавриэль Габи Баркай и там были очень много пещеры для хранения которые к сожалению в течение вся история люди заходили воровали продавали и так далее то есть по факту они все были пусты и профессор Баркай рассказывает невероятный момент рассказал это можно найти потом в новостей это известная история что он рассказывает что определенный день какая-то группа детей привели туда чтобы показать и он им объясняет и был там какой-то один маленький ребенок очень нудный ребенок ну сложный сегодня бы его называли и проактивный скорее всего HDD и Боноделла ему говорит вот видишь вот эту пещеру начали там чистить какие-то камни избавился от ребенка и продолжать говорить объяснять и вдруг он так чувствует в своей одежде кто-то его дергает одежду смотрит ребенок у ребенка держит в руках полноценные какие-то инструменты которые явно им больше чем два тысячелетия он в шоке что происходит что ты делаешь нельзя только надо было меня позвать он вообще не ожидал что вообще что-то будет но ребенок нашел такую находку короче за счет этого ребенка начали там дальше копать и нашли очень много 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 разных вещей очень древних но находка то о ней хочу сказать они там ищут и он рассказывает было видно что как будто какие-то остатки какого-то сигара которые стали ну как сказать очень твердые что-то очень маленькое начали это искать две такие круглые какие-то штучки и они понимают что это серебро которое свернуто и на него что-то написано взяла около три года чтобы они смогли открыть и в итоге прочитать что там написано помогали полиция forensics как сказать forensic science те которые работают на места где была криминология и так далее эксперты и эксперты музея и так далее то есть три года потому что еще ждали чтобы технология продвинула чтобы не разрушить и что нашли что было написано на них благословение священников скорее всего это используют как амулет и когда проверяли какая дата есть вопрос если это 600 лет у нашей эры или 700 лет у нашей эры то есть до того что нашли эти части вот вы знаете что в академии говорят Тора это не Гарасина и это гораздо позже было написано и так далее но когда нашли вот эту находку сказали упс то есть наши даты были неправильны потому что это часть Тора и люди были уверены что было написано позже чем 600-700 лет до нашей эры а по факту это уже раньше это уже написано значит это было еще до этого понятно очень красиво очень важная находка это самые древние строчки из Тора которые нашлись до сих пор еще в древней иврит конечно не наш иврит сегодня и конечно во первых и HDD и даже те которые мы думаем что нам мешают и как сказать нас раздражают возможно именно они будут нести с собой большие раскрытия не когда-то в будущем в ближайшие 5 минут в нашей жизни не только для нас но также чтобы дай Бог это благословение которое Всевышний нас благословляет с помощью священников и через них смогло реализоваться в нашей жизни не очень надеюсь что этот сегодняшний урок и священники видят и когда они будут говорить эти слова они поймут и даже если мы не помним все эти понимания возьмите хотя одно из них чтобы хотя одно из них было у вас в голове когда вы слушаете эти благословения священники которые когда-нибудь это говорят они это поймут и понимание что это не священники нас благословят но тем что они делают свою задачу свою обязанность они также получают благословение если не больше потому что если это благословение идет через них, значит, что это богословение и затрагивает их в том числе. Вопросы, комментарии, добавления, добавки, друзья здесь, в комнате или онлайн, пожалуйста. Раф, ты меня слышишь? Да. А у меня вопрос чисто практического характера касательно благословения коинов. А почему, когда коинов не присутствует, мы не говорим о мен, а мы должны говорить... Мы говорим Кенниэй Рацон. Да, правильно. Потому что, когда коин говорит благословение, это то благословение, которое Всевышний дал ему сказать нам. И за это мы говорим на это Амэн. Помните, сила Амэн объединения между духовного и материального. Но когда священника нет и ведущий молитв это говорит для нас, что мы отвечаем? Мы не говорим Амэн, потому что это не благословение, а это больше наше желание, чтобы мы, да, получили это благословение. Из этого мы говорим Кенниэй Рацон. Пусть так будет желанный перед Всевышним, чтобы это благословение реализовалось, даже если не священник был представитель, не был тот, кто ведет это благословение к нам. Из-за этого во время молитвы это происходит. Еще один момент во время молитвы, также если есть только один священник, тогда он один отходит, как сказать, должен умывать руки, должен делать натилят ядайм, и обычно левит, если есть леви, будет мыть для него его руки, если нет, тогда любой из людей, лучше, чтобы это был первенец, который так служит священнику, тогда священник после этого, как сказать, снимает обувь, подходит и говорит благословение. Священники также должны знать, как держать свои руки, определенная технология, есть очень красивое объяснение с точки зрения Каббалы для этого, но это не наша тема сегодня. Священники, делайте свои домашние задания, и просто начинают благословение и благословляют. И после благословения есть там какие-то еще просьбы, которые священник уже говорит, шепотом себе. Это в молитвеннике можно читать. Когда есть больше, чем один коген, тогда кто-то из общины или сам кантор говорит коганим, зовет священников, и тогда священники начали говорить благословение, и потом повторяют после него слово за слово, потому что, как в Торе написано, что они повторяют, как будто после Творца, само слово благословение, то есть не баруха таашем, а само слово благословение, то есть Кантор скажет и священники или священники повторяют имя Творца, имя Творца, вишмереха, вишмереха, то есть как некий эхо, они повторяют это благословение. Также мы на них не смотрим, накрываем себя столитом. Окей. Хорошо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Кто-то хочет что-то добавить, сказать, рассказать? Вопрос такой. Есть люди, ну, изначально у каждого человека, энергетика, она либо слабее внутреннее, либо сильнее, да? И вот скажем, два священника. Один более слабый энергетик, который вы... Не связано. Это влияет на силу благословения? Не человек тебе дал благословение, а Всевышний. Всевышний. Конечно. Что важно, это да, работать со священником и с точки зрения образования, чтобы они поймали, что это такое и так далее. Сегодня мы зовем всех. Изначально не каждый священник мог бы сказать такое благословение, но сегодня мы даем это всем. Мы не будем сейчас как сказать, investigate, как сказать... Как? Расследовать. Расследовать, скажет священник, кто он, что он, и почему, и зачем. Мы зовем всех. Но да, образовать, потихоньку объяснять, дойти к тому, что это должно быть с любовью, как зор объяснять и так далее, это, конечно, важное дело. И по факту это не они тебя благословяют, не священника Всевышний. Это тоже важно знать. Еще раз, чтобы не создать тебе какой-то кумир в лице священника. Всего лишь служитель. Окей? Как и раввин, например. Всего лишь служитель, не святой человек. Окей? Я очень рад, что у меня была возможность такая с вами обсудить эту тему. Я очень долго ждал ее обсудить с вами. И спасибо, что вы здесь и вы в зуме с нами. Спасибо всем, кто будет видеть записи. Жду вас на наши уроки и жду ваши вопросы, ответы, ваши комментарии в Facebook, в Twitter, неважно где. А в YouTube также subscribe, и лайк, и share тоже помогает распространить уроки больше людям. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...